Буанас Диас, Камрады! Вас снова приветствует на канале Station Max. Мы очередной раз приехали в гости, и у нас в гостях Владимир Виноградов. Владимир, здравствуйте! Привет! Очень рад вас снова видеть. Дядьев, самое знаменитое видео на заезженных кассетах про то, как вы ездили в Чечне. Как я поехал в Чечне. Да, но давайте немножко отойдем на период времени. Как вы вообще, как кто туда поехали? Как вы оказались в ситуации, что у вас накомандировали? Что за военное учреждение, часть ОМОН, спецназ? Кем вы были и почему вы поехали туда? Нет, слово «почему» мне так очень нравится. Как-то «почему». Началась вторая чеченская кампания. Ездили, значит, отряды со всей страны, по большому счету. Так, вот. А желающих поехать не так было много. Раз стимул был какой, я тебе сейчас объясню. Стимул был простой. Или ты едешь, а если ты не едешь, отказываешься, то тебе, говорит, гудбай Америка и увольняешь. А откуда? Что откуда? Где вы на тот момент служили? Я был, значит, состоял в должности заместитель начальника Собинского ОВД, не РОВД, ОВД отдела внутренних дел. По Собинского района, заместитель начальника ОВД города Собинки и Собинского района по тылу. То есть зам по тылу, седьмым замом был, скажем так. Вот. Ну, как поехал, объясняю. Вызывает, значит, начальник милиции. Ну, то есть мой непосредственно начальник говорит, завтра поедешь на войну. Ну, а чего? И все, больше ничего. Как вы вообще-то устроились? В милицию? Да. В милицию очень... Сейчас я расскажу. Милиция вообще устроилась, когда... Ой, мы же в 94-м году переехали в Карелию. Отсюда, наверное, так? Значит, 94-й год поработал я, значит, в ДПМК, и в начале 95-го до Карелии дошла разруха, то есть перестройка. Уже вручительно дошла. Тут-то уже сено, там еще все работало, так сказать. Потому что, ну, рядом в Финляндии, лес туда-сюда. А выбора не было, значит, и от работы в год, и в дальнобой я, значит, поездил, и туда-сюда. Все, кончилась работа. То есть у меня была техника, то есть грейдер у меня были, фронтальные погрузчики, катки, новый асфальт и бетонный завод. Новый... Все было, но заказов не было. То есть туда в то время был бартер, может быть, помнишь, не помнишь? Я почистил, съездил на грейдере снегу на хлебозавод. Хлебозавод мне дал хлеба, там, например, 50 буханок, да? Я, значит, на птицефабрике отвез навоз куриный на поля, мне дали яиц. Вот такая херня была. То, чтобы взять солярку, надо, грубо говоря, там, в депо съездить, им что-то тоже снег почистить или, там, того же хлеба поменять, тебе дадут солярки. Ну, так дурдом было, да? Но все-таки это все кончилось. Хотелось взять себе товарищ Финн, потому что у меня даже 2 километра железа дороги широкополосно было до станции Своярви, да? Ну, короче, все это кончилось. И, значит, из 15 предприятий, как так называется, ДПМК, дорожное передвижение механизированной колонны, решили оставить только три, которые обслужили трассу Кола. Это Санкт-Петербург, Мурманск. А нам сказали, все, братцы, мы вас ликвидируем, ну, расформировываем. Ну, там, технику забрали, все забрали. Куда идти работать? Выбор был, да? Как всегда. То есть, как это, у вас два путя, да? Вот два путя, куда идти? Или, ну, бандитов, как таковых, там не было. Почему? Сейчас объясню. Потому что мы жили за третьей колючкой. То есть, у границы три колючки. Прямо на границе, потом, по-моему, 10 километров за границей, или 15, потом 30 километров за границей тоже колючка была. Вот, и мы жили в приграничном зоне. Даже у нас в паспортах была погранзона, ПЗ, печать такая стояла. То есть, и туда можно было уехать только по приглашению. Тогда еще, так сказать, отголоски Советского Союза были. Куда идти? То есть, как таковых, бандитов не было. Но хулиганы были. Хулиганов я отношу тех, кто спиртовозы. Значит, с водкой было херово, они привозили спирт, развивали все это дело. Там целая индустрия была, да? Естественно, там фуруми, камазами возили. Значит, и на машинах легко уходить. Вот были хулиганы. То есть, ну, хулиганы как? Раньше жили хорошо. То есть, Мерседес. Начинался, естественно, там Ниссанчики. Потом Тойоты. Потом Мерседесы. Потом дом построил. Уже на титьке вот такие. Жопу накачали. Все хорошо. Потом он неожиданно или умирает от простуды. Или утонет. Или его застрелит. Или чего-нибудь. То есть, жили хорошо. Недолго. Хулиганы, но недолго, да. А значит, а поскольку мне было в 95-м году всего 30 лет, как-то у меня что-то умирать-то и не так, рано-то не хватило. Значит, инка тут родилась. Вторая инка, ты меня карелка, вторая девчонка. Вот. И выбор был или в милицию, или в хулиганы. Потому что все остальное начинали уже лезть туда. Москвичи приезжали. Все это выкупалось. Москвичишь, как приезжают? Приезжают, сливки сняли, и пиздец к предприятию. На металлном все распродают, там все так. Вот. То есть, в лес в промхоз сучки валить. Ну вот. То есть, выбор какой. Или в хулиганы, или в милицию. А как раз в милиции в 95-м году стали зарплату повышать. Правда, тут я как раз... Как тебе сказать? Можно сказать, и удачнее, и удачнее устроился. Я устроился в милицию, и зарплату просто перестали выдавать. Провысили, но перестали. Да, да. Ну так, ничего. Ну, устроился хорошо. Ой, знаешь, как хорошо. И попался, значит, в хороший коллектив. Какой? Значит, Сауярского РУВД. Но коллектив вообще с советской закалкой. То есть, это не менты были, а милиционеры. Вот там не объяснили, какая разница между ментом и милиционером. Какая разница между ментом? Не знаешь, да, я теперь расскажу. Не знаю. Значит, и поэтому я и уволился, был милиционером, да. То есть, вот разница какая, объясняю. Мент – это тот, кто никогда не работал. Нигде не работал. Он пришел с армии. Раньше приходили письма со всей страны. С Москвы, с Питера, с Херитера. Вот приходили письма и звали тебя на работу в милицию. Вот это менты. Они никогда в жизни сами денег не зарабатывали. Вот у нас начальник милиции такой же был. Он всегда думал, что… А там же один раз в месяц дают зарплату ментовки 20-го числа. Он думал, что 19-го числа главный бухгалтер шла к деревьям, собирала деньги и выдавала. Ну, это, блядь, чистый бюджетный подход. Ну, не, ну, как же. В 45-е они уже кричат, мы пенсионеры, мы заеблись работать. Хотя у Столивара работа не легче и не проще. Но не суть. Но я попал как раз в милицейский коллектив. У нас обалденный был начальник МОП, Александр Михайлович Васильев. Дай бог ему здоровья, если живой давно это они ездили. Ну, просто не знаю, живой-неживой. Ну, дай бог, что живой. Просто обалденный мужик. Вот он за брошеми тоже начинал с ППС. Ну, да, еще ППС, когда он начинал, не было. Ну, с постового милиционера. Вот он, значит, сказал, говорит, Вовчик, ты давай это, ты на фильмах насмотрелся, что, блядь, там это, ну, с холодным сердцем там, со светлым умом, не-не-не. Вот запомни на всю жизнь. Мента подставит только мент. На всю жизнь я запомнил. То есть, иллюзия, что вокруг друзья и побратимы, и плечом-плечом, блядь, в одном порыве мы все ебанем. Не-не, мента подставит только мент. Вот я запомнил. Значит, начали-то мычего, разница между ментом и милиционером. Значит, милиционер – это тот, кто хотя бы где-нибудь, но работал. И он знает, что деньги на деревьях не растут, что их надо заработать. Вот чуть перескочим на ЖКХ, я просто скажу. Вот мне тут как-то я после нашего первого интервью прочитал, там какой-то один нехороший человек Редитского написал. Как же он из 350 уволил 200 человек, 200 трудях, блядь, у которых были семьи. Я извини за выражение, этому долбоебу написал. Я уволил бездельников, алкоголиков и халявщиков. Почему? Потому что мне папа сказал, халява – это очень заразная болезнь. Я под этим комментариям написал, потому что 10 человек лакинских, которые живут, они вот эти родомоедов кормили. Кормили засущие. Молодец. Вот я хотел это написать, но в уме подержать. Так вот смотри, я же там писал, да, пилорама нет, но есть директор заведующий пилорам. Строить над делом нет, но чуваки, которые маляры, ходили ему в городку, упали. Я говорю, вы что, дураки, что ли, блядь? Ну, если нет ничего, да. И вот этому дураку объясняю, вот этому дураку объясняю, что остались 150 человек, которые получали, получали у меня первым лозунгом был – зарплату. То есть заработную плату. Не получку. А все остальные до меня, они получали получку. То есть ты просто пришел на работу и тебе дали за это деньги. Отсезеночный. Да, 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 да. Пилорама нету, а ты заведующий пилорам, да. Долженство есть. Вот я, по этому, для таких, это недалеких людей, объясняю, что я никогда не вставлял халявщиков. Вот тебе сейчас рассказывать. Значит, в других там комментарий писал, напиши, сколько ты, куда ты девал, блядь, как его, мусорки, который сдал на металлом. А дураку-то пишу, что ты где-то, где-то слышал взять звон-то. Объясняю дураку, что когда я пришел директором ЖКХ, не было ни одной мусорки. Вот просто их не было физически. До меня их все там... Спилили, менталолом. Помнишь, в чем дело-то? Вот эти боты пишут, не понимая, что пишут. Ну так вот, начнем все равно это перескочили мы на ЖКХ, и вот, значит, про милицию. Вот. Чем отличается милиционер от мента. А мент нигде не работал. Он просто, знаешь, что 20-го числа ему дадут деньги. Понимаешь? Пришел, сам, пришел на работу. Все. И безыскание прослужил. 20 лет тебе пенсии, иди свободен. Понимаешь, в чем дело? А надо зарабатывать только за деньги. Сейчас ситуация очень похожа. Очень похожа. Сейчас ситуация говенная. Сейчас ситуация очень говенная. Почему? Потому что, вот, кстати, буквально вчера и позавчера прочитал, значит, ОМОНовцы московские жалуются президенту, что у них отбирают квартиры. Мы же всегда были на горячих точках. Мы же были на болотных, пиздили всех там, блядь. Мы эти обеспечивали, блядь, все эти собрания хуени, пиздили всех. Ты понимаешь, вот какая херня вся? Вот, и я думаю, что это правило бумеранга, и пиздить их найду. Вот они сейчас скулят. А они же станут митинг, а их вот... Не-не, они вот сейчас скулят. А там ты почитал бы комментарии, там все пишут. Вот чего там только не пишут, понимаешь? А я тебе расскажу. Я работал, значит, как я приехал с Карелии, значит, родина мне доверила, значит, вытрезвитель. Собинский вытрезвитель, когда я приехал в 99-м году. Был, значит, это маленькое перескочение, как я устроился на работу. Ну, Сомик, я же начальник, я перевез ее в новое здание, который сам же это ремонтировал вот этими руками, да? А я вообще, ну, все равно, вот, любое дело надо с юмором делать, да? Поэтому я сделал, у меня было, вытрезвитель, были не камеры, это же мед... Вот этот медицинский вытрезвитель, у меня были камеры трех цветов. Коричневая, зеленая и голубая. И самых вот отъявленных, которые кричали, блядь, медные козлы, я, блядь, блядь, а мы же, когда пьяники, да, там же все герои, ебаня, в голубую. Но он никогда никому не рассказывал, что сидел в голубой камере, блядь, да. Потому что это как-то было нехорошо. У меня раза Моисеева привозили с Трубачом. Ты помнишь таких, это, голубую луну-то, голубую луну-то, я прихожу как-то с проверкой в свое, значит, любимое, вот, резвителя, а я любил туда ходить. Почему? Потому что там дежурные тысячи советских времен, то есть они древние говно-мамонта. Ну и привыкли в карманчик залезть, в рыбу заехать, да. Ну, конечно. Я раньше в камеру, не в камеру, в палату заходил, в палату назывался, в палату заходил и пахнул, так сказать, ослиной мочой, потому что после употребления какой-то сивухи, так каймача, блядь, невкусно пахнет, да, скажем. Вот. Лень было выпустить. И мужики, естественно, в уголочек под подушечку нас тут еще куда-нибудь, да. Я раз прихожу с проверкой, стук, блядь. Но при помещении в палату ты должен человека посмотреть, он же, можно сказать, больной, он не пьяный же, да. Вот. Раз стук такой в зеленой камере, ну, как молотком стучат в дверь, а дверь с железом обитая, потому что в алкогольном пенении мы же все, блядь, рэмбо-блэд. Блядь, да. И стук такой, как молотком. Думаю, блядь, что там стучит-то? Ну, ты спрошу дежурная, как ее там. Вадим, что ли? Вадим, полнота. Вадим, а что за грохот-то? Да ну там заебалась полчаса, просится подстать. Я говорю, так выпусти ее просто-то. сейчас напорит там там и так станем уничьи данного наху заебал и каждый там 10 минут водить его я значит подошел дверь и поставил начальник пусть и не могу не хочу здесь садик удалит но я так отошел метро 2 открою дверь сюда выпусти мужика сводим в туалетами короче картина открывает дверь и вылетает нога мы все в шоке посадь со луга вылетает сляжка с купин а у короче не заебал а у него кассы нога на винтике при привернута была то есть одна от нее было нога ты снял она хоть и ногу способ но до ноги соскакал потекал значит привязать спасибо начальник ты хороший человек и подарятся до его на худую ногу вернул так я уже 40 минут стучу кулаками ду меня кулаки до болят ягод болт раскрутил здесь ноги ты давать ногу еще раз плаваться вот вот и все таки кажется ну вот и попал в своем хороший коллектив сани гуславский у нас был командир взвода ппс это вот писаешь это вот человек который прошел за правдушную службу во внутренних войсках вот короче который обеспечивали правопорядок значит на футбольных матчах москве куда еще был ссср мне когда еще ботинки берцы были кованые мяч вот раз я видел как одному товарищу мяч по ноге немножко приложился мне этот этот кувалда ебнешь мне кажется это просто как подчерчина буду обидно и понимаешь а вот я попал хороший коллектив а почему хорошего потому что район по территории это больше по населению маленький там что-то во всем районе 10 или 12000 или 15-м шальты я не спокойно были менее будто погранзона как спал это могли пограться в 2 часа ночи прийти сказать паспорт покажите и ты не имеешь права не открыто то есть ну погранцы там были главнее милиционеров ну не суть там всего было 125 человек милиционер в отделе то есть каждый друг дружку знал можно сказать уйдешь по улице тебя все знают и поэтому там вот так искать таких право правонарушений как например москве там что-то пиздоком и даже не дать бить неправомерно так просто да то есть за дело могли могли предстоитать да не раз случай был обалденный случай как обалденный он может неприятный приятный дом был до был такой сайт тренович там помощником дежурного прапорщика он то ли десантник но такой шифонер был труба убил один раз ладно не будете слушать к этому ну как случае ну короче а а там чтобы не смотрели в финляндию включали там короче за год 17 мгновений весны назывался программа продленка после 12 было продленка чтобы фигня не смотрели включили 17 мгновений весны я знал даже когда и как каким глазом моргнет штирлиц да но если тут целый год а больше после 12 кроме 17 мгновений весны ничего даже все вздохи сейчас скажет четыре раза сдохнет мюрлер и уйдет из кабинета все уже знали короче идет 877 раз значит 17 сны штирлиц опять хотел наивать все можно берет знаем все отчет смотрите надо синим смотрим значит стук зима это январь месяц стук дверь а дверь железом обит и снаружи изнутри входная в милицию а вход на втором этаже получается с первого этажа по лесенке деревянной то что бывшее здание было раньше жил финский врач в городе своя ли был финской территории было до 39 года это был дом врача но суть не в этом потому что сгорела то есть если крутущие стук двери ягу саня я за дежурного подмен дежурный я значит смотрю там нужен ход знать как каким все-таки глазом моргер шерлиц это в этот раз выходят серию тоже смотрел но все может в этой серии все-таки другим глазом моргнет санина что выходит слышу и слышу покатился по лесенке по это по деревянной у заходит саня он такой рисковатый чувак санчетом случилось ну какой-то хуил пришел дать 4 блядь туда и да я зайду речу гретошили придет и влачет ему сказал сказал пошел нахуй а чё да а чё такое гремело по этим по поступешкам то там что-то не вывалился у нее из рук там покатил проходит минут 10 а на улице 25 вечерком минус ну 10-15 проходит опять пум-пум-пум-пум-пум ягод сань сходим посмотри кто там случится то блять но опять слышу ты чё хуел что ты в дорогу опять по леснике скатился думаю как это хуйня ну шура чего там да долбоёб ничего не понимает опять пришел я чё ты ему сказал там в кровавой дурак вы кино смотрим для все проходит еще 15 минут бум-бум-бум-бум-бум-бум ягод саня сходим очень санят только двери подходит открывает забегает этот чувак мне глаза вот такие блядь ну чё ночь представь никого нет в милиции только жулики сидят в этом обезьянники все ну хулиганы если это пьяники чувак забегает через дверь пробегает значит прихожую эту милиции скобли забегает дежурку не падает нахуй падает они забегаем перед тем как упасть вот так на выдохе горит начальник меня убили и падает передал ее вуза а у них спины нужно торчит вот такой мне я нихуя сил ягуса нет че замужем да вот он все бегает или третий раз уж блин пришел его с лисеньки два раза хуякнул короче и чувак значит лежит на этом на полу из спины торчит ручки ножа причем такого добротного но я помню в учебку когда были год никогда не вынимайте ни нож ничего не мать тоже вынимаешь раз открывается там ну пизда становится все что-то перенесла до режете кончательно да 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 ну короче скорый хуёры выжил мужик там то ли селезенка то ли хуенка чуть ему там отрезал в общем выжил и если чем перед тем как я скоро увозил успели спросить что случилось жена ну поскольку поскольку минус 25 а нас такая бензина давали 10 литров на сутки кто по 90-х годах ты какой там нахуй преступление вопроса завести в гараж то загнать блять надо хоть бензин где-то спите блять да решили значит дежурку не заводить она еще с ноги заводил стартер ногой заводить не ключом ли такой древний был до кости по выездила на этой дежурке до кости оставили водилу значит за дежурного и мы же шуриком ебанули одну по адресу куранская благо там под горку сбежать налево там на вокзале улица было блять забегаем в квартиру фильм ужас видел когда-нибудь до веришь не потолок крови и стены твои все в крови нахуй бля вот забежать в квартиру то его я я сам до хуя да да вообще муж там он сказал что у меня там убили муж с пистолетами забежали то вот вот ты пускаешь все красно блин вот все все заливатка будет с бразбой так у них какие мужики думаем час в урдалаки как на нас накинуться шурик аккуратненько заходим сидит тетка на кухне почте бутылка водки прям вот все в крови естественно пополам расколотой сковородки чугунные его че случилось то и баба так на выдохе от души говорит заебал он меня я его наверное убила мне ну короче мужик пришел с работы пьяненький тетеньку по голове настучал бы потом взял за ноги еще головой постучал по полу в общем еще это надоело на взял сковородку я была по башке он не угомонился на вид вот что был под руку это его вот ну в него блять нихуя вам не сделал поравдали понимаешь вот короче вот я попал в такую веселую службу милицию это сейчас значит эти какие похоронные кампы компании всякие раньше заставляли ментов возить в морг в морг покойников самим прицеп у нас был я еще застал слабенький такая же хуйня была вот ну и вот первый покойник больше не очень второй покойник тоже не очень ну к любой работе привыкать если кого уже по барабану а на сроковом уже мне кажется на пятом уже добре просто уже тогда я понимаю может быть кощунственно звучит но я как искать носит каждому так сердечно относиться вот меня есть несколько рассказов вот как-то в интернете хочешь посмотреть там труп на озере мы также приехали приезжаем чувак на пике вот такси не давно он умер оказывается позавчера блин потом мы его везли интересно в машине сидя а как-то разберешь в прессе за сюда с участковым заставил воду в такой позе замерз ну как и увести сырек шабалин был от участкового выберет омщик давай усиди повезем и вы как угодно как лишь там сключены мы его посадили на задней сиденьями попутом еще ехали в своя ли целом целом машину баба с детьми посадили бы там интересно все было вот а потом значит танечка села поехали обратно в собинку жить значит ну то есть сюда владимирской область перевелся вот вот так опять пар милицию милиционер то так вот когда я работал начальником значит водорезвителя то есть меня взяли знали все алкоголики соминского района потому что у нас население соминского района по моему в то время было 64000 сейчас не знаю сколько да вот через мою через мой вытрезвитель прошел каждый восьмой житель соминского района то есть час через меня не кажусь или кардисе покороче то ли 6 то ли 7000 народу привлекалось так сказать вот за это дело но может быть не все у меня лежали ну приводили их оформляли у меня там протокола составляя вот и поэтому все таскать выдающиеся люди соминского района особенно кто употреблял даскать алкоголь прошли через мои значит нежные руки скажем тогда и когда вы статья на ферны шли например на по рынку а вся эта категория обычно на рынке подрабатывает у меня в то время значит было значит скажу но не позывной погонял такой скажем да может как-то некрасиво звучит для милиционер у меня уважаемый но у меня и до сих пор никто все зовут уважаемый до нового не имеет позывай такой же был вот и мы идем по рынку того допустим что у меня только позавчера выписал состав скопить палата здорово уважаемый станю ходимого а это кто я вернул скажем так мои пациенты очень те все уважаемый зовут его ну не знаю но я им но система какая ты вот если выпил зимой можешь замерзнуть до штраф был в то время вот когда я был начальником отрезвителя 20 рублей а что за что выписался как ну как типа за услугу ну как же просто не нам надо было стирать но положу мы же как козы хозрасчет у нас был таскай вообще задержание за что было за то что алкогольного пьянения находился там здесь в общественном месте да и тебя приводили так сказать до вытрезвения то есть до 12 часов но кто нет такой и до утра оставался да так в обычном основной массы в 19 часов выпускали домой типа ты протрезвел очень не менее 4 часов чтоб ты отдыхал у нас так сказать вот ну с другой стороны нет ты понимаешь в чем это плюс-то был замерзших мало было ну понятно вот просто так на улице пацаны никому не дадут обворованных меньше было брать в милицию поступил в карелии перевелся значит прошел так сказать от начальника внутри начальника отрезвителя потом значит дослужился надо за начальника значит по тылу до чего дел по тылу ну вот и как-то в 11 февральские дни вызывает меня начальник ну завтра пышную войну вот но у нас а почему я не отказался потому что у нас пацан был серега не по его фамилии начнем там где-то пришел штабной парень то был но и он тоже так же но там как тебе как как было вот почему вот мне так сказать так же там то есть всего в общей сложности плюс-минус в чечне на на три месяца приезжало 10 тысяч милиционеров в виде собра собров омонов сомов но собр понятно сводный отряд быстро реагировали одни офицеры в основная масса прослужила особой мобильный а монс это ну поплесники более-менее подготовленные физически все такое отбирали все-таки до сом это сводный отряд милиции это вот но не как правило на блокпостах стояли какие-то объекты храняли такие да или например в более-менее в договорных районах они стояли в селении там например где по веков там поменьше остальное дальше было еще 18 свода этих временных отделах внутренних дел тоже был постоянный вот прям потом я через три месяца поехал значит в станицу шелковская там был временно отдел внутри дел мы были полгода владимирский стояли полгода краснодарский стояли вот такие то есть 18 отделов помимо того еще собр омон и сом и понимаешь чем дело это 10 тысяч милиционеров каждые месяца дружку меняли ваша задача все-таки была быть или передовой рассказываю то есть пришла разнарядка то есть министр внутренних дел российской федерации пишет отправить служебную командировку столько-то народу вот ты уже ездил только приехал ты ездил только приехал ты ездил только приехал ли ну на каждую воды но определен калиста условно ивановские значит воды омон посылает 50 человек но вам они всего служит например 120 в один больной другой ранение третье в отпуске четвертый медь на учебе все остальное грубое 50 приехала 50 надо отправить а у тебя в наличии таскать 10 40 человек которые могут ехать 10 то где взять вот они назывались приданные силы то есть начальник воды писал присал писал приказ что значит откомандировать для прохождение значит в северо-кавказского регионе он он например гордо иванов да за ивановского д кого два человека с юрицу или с юриевецкого народы два человека сокольского скинишемского скиремская сродняковская вот и все и набирался получался тебе додавали форму омоновца и на время тебя зачисляли в омон и ты назывался приданные силы понимаешь все эти с омоном так сказать составе омона едешь туда все там он лиц вроде как ты приезжаешь с командировки тебя бы опять возвращает в участковые в пп и дуся здесь сюда здесь давайте поглажем ну ничего в кадре мы тебе наверное и шприцеваться девочки из девочки ничего не сделаешь вот и хоть хоть привязывая да да ну да по роду не знаменитый в интерьер очень редкая да не буду шотландским тарьером ну вот смотри дальше и как как я там оказался не зачиньте сыт вот помните ли стоит там 100 поэтистабельным оружием да да ну вот и слушай и процента ну пришла как всех отправляли на войну то есть тебе рассказываю что сменить сердце пишется приказ что-то владимирскому воды отправить 150 человек да там их не бьет никого 150 ивановскому 165 надо набрать 10 до 18 этих как и временных отделов скомплектовать из из работе слой работников этих постоянно то есть наших местных отделов все и бьет собака волка есть такая поговорка понимаешь в чем дело вот но и все с начальнику воды шульфы где народ то возьмет он пишет свой указ команду самон от командировать в очередную командировку 50 человек а там уже проблемы командира омона командира домом он приходит в кадры говорит блять да у меня 30 человек только здорово хоть и после ранения эти в отпуске эти на реабилитации эти только 50 приехали мне еще 20 взять ну вот да это знают к забыть тогда два человек тут танцы а вообще не хватало значит 4 талавика куда-то а если быть точным я должен был ехать в город моздок заведовать значит складом гсм моздовского мобильного отряда понимаешь ну так как мы опоздали из-за того что отправили не надо вообще как же вы поехали через украину то долбоебы а я объясняю что таких долбоебов как мы вернее сказать нас на послали долбоебы мы исполнили приказ в тем в то время поезда ходили с казанского вокзала из курского вот те значит поезда которые ходили с казанского вокзала они шли по территории россии на как его на минводы а которые шли с курска вокзала они они все равно приходили минводы но через украину почему когда мы стали разбираться вот если поймешь что-то эпизод в белгороде вот парень мужик этот подполковник который нам объяснил как обратно все как на все-таки на войну туда ехать он только вышел с отпуска после чеченской командировки он год вас таких вот артистов хорошо еще у вас вот сок с автоматами посылает то блять мальчишки есть со своей дышками с гранатами с чемоданами со всякими у них то вообще забирают оружие везут тюрьму ли вот как вы до пизде а до пизде ли с почему как скают они там ехали все 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 всю дорогу только пили да блять нужда заставала пить то во первых по спины на бетонном полу хуешь на пути не выйти это первое а во вторых представишь если честно мы попали вот мы просто попали нас высадили за два километра до железнодорожной станции мы с сумками с одним пришли нас оформлял пограничник таможенник блять и мент сашка дай бог ему здоровья если живой ну наверное живой и посидели просто игру вот так получилось а сдала нас проводница наша российская им сказал там чуваки с оружием в чечне я так краем ухом слышал но мы видим пока пили чай это кто-то и у нас там они дурачок блять с гуся кстати был и не подать его не подорот не за ним и запомнил как его завода и фамилия такого вообще участковый был то есть надо было отправить четырех столбяков димка был оружейник вообще папа милицейской специальности маленький был старшина я запутал нам нужно был кто-то не нашли или закосил гусевской запутал убить и отправим участкового столовиками блять понимаешь имел если бы мы приехали ровно 12 числа февраля в моздок дурь 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 если мы приехали до в 12 числа я бы был начальником гсм моздовского бенера все то есть я бы наверно был без медали бы приехал вот без медали приехал но таскать но не было таких скажем так происшествий сона какие были вот и все вот ну раз мы поздали там же все да есть кто-то смотрю как я поехал на войну счищу то мне просто объяснили еди нахуй и так я двигался и так я двигался двигаться все ближе ближе грозному в грозный то мы тоже так же приехали мы пришли в дежурную часть мобильного отряда по чеченской республике свод ну а не своды был мобильный отряд потому что командир мобильного отряда по чеченской республике командовал всеми омонами всеми собрами и всеми сомами но не временными отделами внутренних дел тоже временного дела внутри дел был один свой командир там сок командиров блять было на югница понимаешь вот а постольку поскольку у нас был 350 человек мобильный отряд то есть было три омона 3 собр и преданной силы мы ну вот и все говорят на какой нахуй омоновец я не претендую на слово омоновец но на войне убивает там до пизды то как там отдельно убивали омоновцев отдельно собраться в отдельно сомовцев вышел покуриться да даже не покурить тебе расскажу у нас приезжал с ханкалы проверяющие ребята но они-то думали что как в ханкале можно выйти покурить вечером то он вышел на балкон покурить а там кирпичи были сложные на балкон выходишь кирпичи вот ровно чтоб макушку не видно было но выжал рослый парень дом покурил и и снайпер с этого кто был в мобильнике в нашем то знаете что напротив стоял значит цирк из цирка стрелял снайпер по ночам с бесшумочки она стреляет на 400 метров а до метров 300 вот и он так и писаешь пуля по волосикам его ты бы видел как он полз для червяки ползают хуже блять потому что он за угол полз вот так кости не гнутся но у него гнулись он в дверь он ебался на пол прополз кому-то вот так осталось до живой не ну по волосам его так повезло то есть второй раз он же не стал спать вот был у меня друг маленький сергей александров плеханов он к вечеру было в небольшом алкогольном опьянение и вот по нему каждый вечер стрелял снайпер каждый божий вечер но он никогда по нему не попадал нет смех смехом я слышал когда шел маленький но маленький шел по своей определенной траектории причем он даже сам не знал какая она будет какой следующий шаг будет в какую сторону ну выпивший человек шел и утром идешь только пули в у кого или со стены ну так вот попали все до писали был я я был писарем и дальше что писать право не умел особо и печатать за за понимающим дел но чертежной но каждый занимался тем чем он занимался но узнал я был больно боевых действий как таковых не было вообще но как таковых официальных там чтобы наступление танки артиллерия нет это просто не представляешь такой город я поставлена война в городе ну как нет ну и мы же говорим просто многие ты чего еще подбирается войнышка таково не было операция была в этом я занимаюсь и порядком следили в принципе да прицел от вас рига история но желающие побыть сутки хотя бы в грозном было очень мало обычно все вот все это начинает вот грант начинает говорит да мы на блокпосту я уверен еще на еще делать на блокпосту вот не надо мне рассказывать чего вы делали на блокпосту понимаешь ну что пострелять блокпоста нужно туда привести патроны дрова блять бензин солярку на все остальное но все 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 вот всем ты должен обеспечить то дальше можно повоевать ну пришел откуда начинает мериться херами блять кто больше всех победил и и кто больше чего сделал учете знаете я никогда не с кем не спорю вот начинает там придут вот особенно в комментариях я ни разу не сначала комментариев из тех что это чтобы члены тех кто участвовал в боевых действиях вот даже как у члены можно чтобы то вам писал в основном так диван диван и диван и бойцы да и вот понимаешь что дело то и ну каждый делает там свое дело вот ну смотри вы вообще у меня понять такой шут кто был вообще в горячих точках вот в любых мне все равно да но кроме как вот тех омонов со которого жалуются на жизнь что они им квартиры отбирают еще мы были в горячих точках это болотная площадь и что кивля герои на поиск а я считаю что кто за правду был горячих точках они все герои знаешь почему но все равно тебе надо строится на то что тебя убьют вот уже на войну видишь то ты же не знаешь когда приедешь вот я ехал в моздок и попал в грозный например да хорошо водитель герой водителем просто от водовоз у нас водовоза ебали в первый день а поехал завода с гарантомет у него и и кончится водовоз он герой у нас собинского пацана легкого убили на второй день а вообще ничего не сделал он сел на санитарную машину сел и мы поставили бочку с бензином три кровати он поехал ну боевые вылез и сарыка и целый ружок в легкую хуя чем пляж вот лёха герой я считаю шагира ну дали ему значит посмертная орден мужества и убили на второй день он даже он даже стрелять ни разу не успела но я считаю что он герой у меня вот смотрите в связи с этим в связи с тем что у вас интересно как война вас поменяла так вот поменяла то что каким вы были до и что у вас поменялось во время и после досуг ничего не поменяла но только понимаешь сейчас сейчас отвечу сейчас тебе отвечу я сильные думать то не буду но даже есть по-другому смотришь вот я помню мест приезжали снимали человека закона и была такая передача русский не сдаются и вот яковлев конце сказал что он мою фразу просто повторил а я повторил фразу нашего командира он все скал война это жизнь только в сто раз быстрее это та же самая жизнь только в сто раз быстрее то все все намного быстрее там говно лезет из человека намного быстрее понимаешь вот все но какой же он храбро совершил он поехал на войну он просто поехал на войну вот сергей александрович и плеханов пишут меня дочь это маленький сделал я считаю что маленький столько жизни так сказать благодаря маленьком столько жизни сохранилась до учете вот интересно как тему ты сейчас на донбассе вот так же относится еще раз к тем кто сейчас на донбассе кто сейчас на донбассе кто поехал донбасс защищать донбасса или с той стороны ну и давай рассудим по-другому дружище вот я считаю что война не очень хорошая штука вот кто между собой воюет простые мужики вот с той стороны простые мужики и средства на простые мужики вот смотри как ни крути ведь и нам засрали голову то про вот про чечне нам засрали же голову засрали так нам также засрали и про донбасс понимаешь дело в том что вот аленька начать снимал фильм укровный брат да продукт про двух братьев один воюет значит за днр там например да а другой за украинскую но по идее то вот украинские войска то воюет за свою страну то они ведь и не не пяди российской земли не заняли ну честно вот вот давай чисто откровенно говорить вот как я не знаю как нас сейчас комментарии какие будут но ведь украинские то воюют на своей земле то есть они не пяди российской земли не захватили нас туда звали нас туда звали хотя сперва слушай дальше нет я представляю что такое война еще такое обеспечение в тылу служил да я представляю что такое обеспечить вот я представляю что к обеспечить всем 350 человек потому что у меня вот вторую командировка и заместителем за начальника потыл временного дел 350 человек у меня было 7 помов это поселковое дело милиции до 7 помов и значит головное значит подразделение временного дел там подначит амон у нас был владимирский и вроде как нам выселение ночи все те же пацаны с кем мы угрозным были только нам голос угрозным приезжали вот а ты представляешь вот как обеспечить армию днр вот нам-то уши сад что не там значит у украинцев отобрали танки тупо сающие вот тупо еще не говорят такое но ты видел в магазине что продавали снаряды для 152 миллиметров пушек не видел вы поколение сейчас заходил до представить два снарядика предлагали по дешевке для танка т-80 вот так ну что-то не сошлись да и для т-60 тоже лежат ты понимаешь умело то но но это опять ладно вот не секрет и тебе расскажу вот товарищ к мне приезжал в гости с подмосковных городов вот у них там был арсенал артиллерийский его вывезли за три года ты высажив вывезли теперь там нету и теперь ему работать там негде теперь там просто поле представляешь а был арсенал со времен великой отечественной войны год вовка ты не представляешь с трехэтажный дом были были что билет со снарядами где они не знаю боль съела понимаешь и нам в уши сад что там у них армии днр какая армия днр самый главный там как у нас чечне решались одни вопросы для одних людей которые к нам не относятся и точно такая же ситуация в днр решается не наши вопросы которые к нам нет нет отношений а еще нас посылают у меня представили вызывают до сих пор шахты которые подконтрольная ахмедову олигарху украинскому работают и получает зарплату они находятся на территории днр и лнр и получает зарплату в гривнах да ты обалдел бы куда бы приехал в город киев а я обалдел город киев когда приехал там есть такой них у универ вот у нас пятерочки хирурганки а там них есть сельпо носить магазин сельпо я пришел и балдел там значит продает зашел я таком ощущение пришел в нашу пятерочку хотя это сельпо и покупаю чего сметану просто квашена я чуть нихуя чуть не проглотил идем еду по улице написано этот как вам банк у нас сбербанк думаю чем лицами что ли за чьи интересом в чечне выливали опять скажем так вот тебе просто расскажу вязать не будем не не вырезаю вот я тебе сейчас все расскажу за какие интересы ты приезжаешь вот есть хорош поговорка кому война кому мать родна да вот ты приезжаешь на продовольственный склад тебе могут дать масло а могут дать маргарин причем в такой же упаковке московский сыр сыр и масло вареный завод и написано быть массу я на это дело попался понимаешь тебе могут дать свежее мясо а могут с финской компании еще тушу который не тоже жевать не смотрит страшно понимаешь все на этом деньги то есть все варится на этом все почему потому что ну и дещо вот кто в окопе сидит и стоит из этой страны и бы на ходу война не сразу но им им башку засрали что там враг были а как замазывается все кровью понимаешь ты убил у них они у тебя они у тебя и начинается обнять они такие поешь вот и все прямящем дело не задумывается что там тоже люди задумываются задумываете пищи расскажу ленька меня возил мы снимали значит выпуск 1 вот там где была война дали ты сюда это мы их более 10 лет спустя значит как война началась и потом он снимал еще один выпуск 20 лет спустя как первая компания началась это мы ездили в пятнадцатом году да вот я сидел за столом в гостях и мы до сих пор все в хороших отношениях в обалденных отношениях переписывать мы с ним ровесники по возрасту да али такой обалденный мужик вот у нее там по моим 12 12 13 родственников погибло за обе войны вот мы сидели с ним за столом и по нашему другу поняли вот я у него дома сидел то есть российские войска пришли в грозный и убили его 13 12 а вот я не буду цифру не помню родственников ты представляешь он брата схоронить не мог потому что было обстрела не дам его ковром как такой как прикрыли потом уже ночью схроне ночью я сидел с ним за столом и он до сих пор меня в гости завели я у него был в гостях понимаешь то есть и у него злата вот именно на меня нету и он понимает что там очков не любили вот и я знаю что вот я на ничего там не любили контрактников потому что человек подписал контракт чтобы ехать туда и убивать людей согласись вот срочников ментов скажем так ну миле милиционеров больше скажем так просто ради менты да вот там они более-менее нормально относились потому что люди подневольные медь сказали поезжай да вот а вот в контракте там хуже каши относились но вот я еще раз игру мы с этим стали сидели мы мы были там тролли четверо суток вот мы с ним ночи две нами сидели вот разговаривали родственники вот там приходили на меня смотрели ну так как не очень себя чувствовал но потом посидели поговорили все все понимают все понимают что вот простой чеченец-то мнение враг ведь я расскажу сейчас как я вам больше скажу вот если бы чеченец руслан мяциев мы в статья на все женились вот мы с ним свататься сюда ездили сейчас москве живет а он полукровок мама русского не учительница русского языка и литература была так знаешь ли там все нравится мне а значит его телефон нашли в течение часа я просто сказал с какого села значит селеница видено и мы честно случайно вот у аллеи родственники с этого дачи села и так вот приехал родственников вы знаете такого ну как же я я его родители год знаю я сейчас найду его он так что-то своим значит землякам то есть не замерка ну да и этим до сельчана позвонил я не нашли мне телефон и в московский в течение 40 минут и такой злобы то нет вот вот много кстати сказать вот я часто читаю в этом и вот стримы проводим с грозного люди пишутся для его приезжай в гости я был там в гостях два раза вот я в грозно был после комбинировок два раза я понимаю т.п. крови нас всех повязали тогда а народ одинаковый что в бутрино народ одинаковые что в грозно в шифроли люди все одинаково всем хочется жить семья дети вот там кстати вот эти принципы очень очень-очень-очень вот на высоте я когда смотрел запись вот как я поехал на войну там есть момент где вы говорите про то что вот там люди там когда вас спрашивают по поводу того что вот там враги нет там тоже люди да как же не ли не так то бишь ну я потому что у вас понимание привез уже тогда конечно ты чё ну нет в городе это очень сильно видно вот очень сильно может быть все ли них так не так было вот где-то на на периферии тому не в горах мощные но в городе сильно меньше вот этом война всем вот тут было ну ты представляешь вот тебе заходит вот кто хочет заходим час многие дверь хуякте дверь упала какой-то дурачок тем полу пьяный безойдет у тебя может убить может застрелить может может просто поджечь посмеяться у тебя может с пушки уебать так что весь дом развалится и я их прекрасно понимал прямо чем дело то ну где гру зарабатывать на войне не те кто воюет вот когда все закончилось вы приехали сюда три месяца прошло вы пожили домой димиш да папа и надо в одни к я пошел три месяца ускоренный жизнь да и через два месяца тебе хочется обратно вот так вот даже да почему туда приезжаешь как домой там ничего не меняется блин отношение совсем другое к тебе я не скажу что ты привык жить стрессе нужно адреналичку доход уже не хватает занято а во вторых я пришел в жкх то есть на то время значит наш владимир владимирович был указ президента что лица участвующие в контратистической операции на северо-кавказском регионе имеет льготы и и был а4 и списаны мелкие мелкие шрифты какие у нас были годы да вот если не списочком с листочком печать стоит указ президент написал роспись значит командира я прихожу в жкх игру вот что владимир лично писал что зато за то время что я нахожусь находился в чеченской командировке значит с моей семьи в том числе из меня коммунальные платежи не берутся и мне тетенька в жкх говорит слышь ты так ли я при должности замначальника милиции но пусть по тылу на замначальниками на подполковой читая мега слышь ты я тебя туда посылала пусть твой путин за тебя и платит его ты не хуела тетенька немножко надо мне насрать не писаешь пришлось мне сходить за гранатой ногой и она обосралась обосралась это это не сходил на правдом лежал на память брали то есть запал ведро с водой потом его брат собираешь тротил на печку ложь его вытекает а собирает как будто на несколько положено на слойка через три секунды тебе твои жирной жопы не будет здесь вообще просто не будет от слова не было не посылать скажу посылать она но правда восторженствовала но когда я приехал после второй командировки к ней принес эту бумажку в второй раз поехали через два месяца то чистый себе точно то что я с не спирт командировки приехал 9 мая 2001 года а вторую командировку я уехал 30 сентября тоже 2001 вас послали или в доме и сам поехал ну маленький звонит вовчик поедем вот если одному нет не скучно совершенно не скучно ну ну и попросил таскать руководской съезде одни пацаны поэты они первый раз и нихуя ничего не знает а пацаны смотрелись кино вот этих как и спецназ хуя какая бы себя сделать да 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 как в маленький сагогрю а то блять начнут сейчас блять молодежь то с перекатом суазиков то выпрыгивать блять смотрелись на спецназ больше не там пели кино блин что два рожка и перестреляли по лаулу блять на поэдаке но вот искали и опять я приезжаю туда и смотрю одни и те же лица то есть значит чувашским омон встречая мальчишек на в этом в кизляре продавал продукты получали вовка который сказал крылатую фразу если по нам будут стрелять это свои вот это он мы с ним увидали с на славе вовчик от это хули его ты же прошлый раз сказал что больше не поешь и год но кто поедет пацаны что не блять понимаешь ты уже знаешь как с людьми общаться ты знаешь какой порой да и да ты ну нет и с людьми сама общаться люди везде одинаковые я значит она что командир был первый раз и говорил вам возьмите зила и поезжайте за бензином лет на котором написано мне опасно езды я че ебнутый что ли мне блять 50 километров надо по чечне причем там машина на фугасы рвутся поезжай до нахом не утрался я пришел чеченским товарищем мы все это почему-то чеченцев называешь чеченские товарищи то что они мне помогали в ней я прихожу на рынок с маленьким он маленький вообще его маленьким ну просто вот мне бог послал серегу маленького дай бог ему здоровье мне кажется договориться он мог бы чертов нахуй чтобы газку убрал бы это жарко говорит мне как договорился дуле но представишь маленький мог договориться и найти где-то чеченскую женщину которая нам стирала белье мне то есть не нужно стиральной машины воды не было в грозном у нас было себя чистый белье маленький как она договорился он уходил один в город грозный приходил с кучей с чистого белья с блоком сигареты переругался нахуй со всеми на рынке были цены держу надо вот видеть было бы его почему чеченцы никогда не воспринимали там оккупантом или федералом ну просто маленький приходил ну чё тебе знать но при сэмут вот идет война у тебя в гребная яма куда ходит весь личный состав полная я же как саржи кх-шник и и все вот я любой момент даже войну рассматрившись со стороны же кх-шника правда дать почему потому что царство небесного популяции голсенок срать и родить нельзя погодить блять вот когда приплет ты сразу в туалет пойдешь а если он полный куда идти а для этого и серега маленький который возьмет спиртику тушеночки едят тушеночку мусульмане поверьте мне ну я не я не наговариваю на мусульман они едят нить вот нам возил в городе грозном мчс их за рулем чеченский мужик элиса и левах и узлы маленький точно могу сказать да вот он за ящик свиной тушенки привозил нам 3 сплэнтонны воды и 350 человек имели каждый день свежую воду не отравлены потому что было правило он и кружкой из в этой бочке сам пил и горлышом прямо еще нет и везде есть люди и они нам помогали писать вот топить на сезон на число где где взять котел чтобы топить трехэтажное здание двухподъездное помогли чеченские товарищи прямо чем дело к я про них плохого течет но единственно мы с ними все договорились вот там главный был на рынке я не был как его звали на хороший мужик он сказал если ты приехал не убивать то мы тебя поможем я буду если вы моих не будете убивать я вам буду помогать чем могу но естественно оружие там боеприпасы этой книги ну гсм помогали но приехал мула как муле откажешь приезжай раз игру маленький а чуть-то за волга белый приезжала а была местный приезжал нику ты-то и блять откуда знаешь но приехал ты я по глазам вижу ты хороший человек а маленький он гсм завидовал я бы так и для всех хороший человек ну приехала например глава района ночью голове район не нальешь это лишь все местные ведь мы можем они могут верить как взорвать фугас а могут и не взорвать фугас ты ведь можешь вот ими мне каждый делай воде раз ко мне каждые 10 дней нужно было она привести 10 тонн продуктов каждым 10 дней сэш и развести по 7 помом то есть весь шелковского район не объехать одну фугас или осталось голоду и значит семья без без кормильца вот и все когда можно было прийти к чеченским товарищем за определенную так сказать плату а какая плата была муки дашь масло чуть-чуть там сливочного дашь ну то есть вот так соляночка соляночки заправишь да ну чё нет там там так причем небольшая такая была но его семья была сытая понимаешь вот надо было дровая тоже должен был развести всем то есть все что связано с жизнедеятельностью человека должен сделать ты вот когда сидит на блокпосте и смотреть в пулемет сейчас мы им там блять дадим ну как дадим если пулемета нету ты же чиновата у меня тогда жизнь патрон ты понятно да и сипу лет ты же должны туда еще и пулемет привести так ты же еще должен был блокпост сделать панишь никто же на дежурство пришел блокпост сделает понимаешь чем дело то вот и все ну то есть у меня вопрос как думать вот таким миротворческим подходом вы спасли жизнь кружи ты понимаешь ей ну была ситуация что у меня могли на следующее утро пять или шесть водил грохнуть легко ну там начудил наше руководство очень начудило но вот благодаря значит серёге маленького ну вот мы вместе этим делом занимались и мы так сказать это конечно ну ты представляешь вот ты едешь там место такое вот здесь горы вот здесь зеленка и вот идет дорога вдоль железнодорожного плотно через железнодорожного не видно ты просто сидишь за железкой меня убиваешь и все почему-то вы убивали там вошли к пацаны вот инженер сапер разведка шла и взрывали их и обстрелили все остальное а ты представляешь едешь на бензовозе на нем написано огне опасных объединенной группировка сил и средств блять просто один выстрел значит зажигательной пули пиздец всем а так приходишь чеченским товарищем городами надо привезти солярку меня привезти бензин без вопроса просто чеченский товарищ по чеченскому товарищу стрелять не может но телеки и может но не будет не будет поэтому садишься с чеченцем в бензовоз и едешь и знаешь что ну там как договариваться в 6 по нам будет стрелять и бегать я тебя убью 1 и он понимает что и убьешь и зачем чтобы подистрелить договаривались нормально все было вот нормально хлеб над пекла чеченка представляешь потому что братья хлеб на военном хлебозаводе ну то ли пиздили его там то ли мешали хуй знает чем но чеченский хлеб был вкуснее вот я брать и говорю вот чеченка нам я привозил муку отдавал чеченка все это методом так сказать про пушевых ну ты знаешь там ну признал что значит мешка там получалось 50 буханок ну пример просто и точно не помню причем свои быстрее подставят правда и все то есть вторую командировку я ездил вот вторая командировка у меня был сам главное так у меня у меня все водители были тылу по тылу подчиняется все водители и поэтому а на войне убивает первого водителя то есть убей водители машина встала убивай всех остальных ну я думаю что вот по крайней мере серега очень помогал то есть вся эта значит коммунальная структура то есть вода дрова канализация печки все да все маленькие маленькие очень злотой человек был ну конечно и и поддавала как маленький нахуй ли пьешь суком лет вечером чтоб голова остыла ведь столько за день передумай в общем но по-доброму понимаешь чем делать и такие они помогали тебе и и газ при газ проводились про и продукты помогали привозить и нормально то есть ну по крайней мере вот во вторую командировку ни одного убитого даже не до района у нас не было бы ты все вот поставки вернулись долго еще работали в милиции сейчас скажу год я сейчас там другая причина была там просто начальника маленькая он возомнился являюсь полководцем великим я должен ехал бы встретить кувенировку а меня не пустили и при всех такими хуями обкрыл начальник вот его послал на ходе писал рапорт и уволился и все были какие-то проблемы с адаптацией жизни после после там не флэшбэки там не знаю ну это когда помните в фильме программу когда вот он идет в обычной жизни а потом бац у нее там картинка кого-то воздействие ну было значит сейчас тебе долго и ну и даже сейчас сохранилось то есть вот сейчас я по большой луже не поеду я к краешкам как-нибудь но стараясь вообще по лужам не есть по большим вот как-то потому что в луже за закладывали две досочки на этим доска доска контакт контакты на езде наезжаешь наступаешь перевод замыкается фугас взрывается это я видел то есть мы выпускаешь мы едем на урале нас урал обгоняется вот только он особо ехала в луже как уебет его где колесо где жопа где чего решится то есть вот так улицу переходить только строго примдикулярный и и желательно бегом сейчас не бегать ну очень быстрым шагом ходить ближе к домам но как-то так подсознательно ты этого не хочешь а все равно всегда мне привычки идти сзади всех следить за всеми чтобы я должен задать я должен всех видеть и что там предупредить ну прикрывать таскать всех но я не завод всегда ходишь ближе к зданию вот сюда то есть чтобы у тебя чем бывшего был больше обзор если вдруг чина чистки не прижался и даже со второго этажа по тебе вот так стрелять неудобно с ноги дверь открывать это же не люблю потому что там тоже у нас так раза запустили собаку с ноги у его и собака забежал там растяжка за и там взрыв чувствами ну так опять инстинкт чисто инстинкт самосохранения много товарищей поддерживайте связь с товарищем сейчас уже меньше конечно речи встречен у меня на доме самый главный товарищ то маленькие ну вот сама на мальчишки серега с ними как-то общается я попытался одновременно пообщаться то некогда то вот на службе то хуешь бы как-то не вот ну с маленьким общаемся больше да не с кем но я не люблю его во-первых начинается вот сейчас уж не пью а бывало так соберется начинается пьяный разговор блять знаешь да вы бы их да я бы вот не люблю эту грубую кто сильней кто умней кто бы чей не нравится вот спасибо большое да не но очень познавательно интересный разговор до ноги бы люди везде есть игру и там есть люди и у нас есть люди у нас дураков хватало и там дураков хватало просто есть хороший правил всегда ставить с человеком все на это весело себе заводишься всего доброго сейчас доча с вами был канал station макс большое спасибо что смотрится нас хотите помочь нашему каналу сделать репост смотрите видео на канале владимира виноградова всем до встречи пока до свидания братца планы их дейту богатство по праву но народ просыпается идет к переправам засилье свобод по закону достигнет свой апогей вот тогда и уже не пойти на попятный что-то встречи иванова твой девятьсот пятый я приду когда люди вспомнят о том что свобода важней